добрый день дорогие друзья салам алейкум из казахстана и хоть у меня все еще продолжается такой вертень с гаражным руководством со светом все-таки решил запилить ролик потому как случай довольно таки интересный и я думаю что моим подписчикам он будет полезен для расширения кругозора и для набора опыта работы с такими батареями в чем фишка в чем подвох этой батареи сейчас попробую объяснить значит вот у нас тюменческий премиум премиум двадцать второго года где-то сейчас вот здесь не знаю видно вам или нет 22 1106 батарейка в принципе свежая но проблема в чем сделал замеры вот пожалуйста замер 4 процента по суху 98 до 4 процента по суху пусковой 127 напряжение прошу обратить внимание 14 7 14 74 сопротивление 2190 батарейка стояла на жигулях до этого она ездила на audi все было прекрасно все было неплохо еще было мягко говоря заебись поставили на жигули видим пробочки явный перезаряд и батарея абсолютно сухая абсолютно не знаю видно передает камера не передает но батарейка абсолютно сухая абсолютно высохшая даже нет намек намека на то что пластины когда-то смачивались электролитом в чем опасность вот этого вот такого обсушения батареи дело в том что после контакта с воздухом на пластинах образуется оксид свинца оксид свинца который является проводником и который на пластинах практически не не держится сейчас при доливке дистиллированной воды при заливке этот оксид он может смыться смысле не съебаться просто смыться и в результате смыть и размыть и смывание в каком-то месте может образоваться клинышек или затычка из этого самого оксида свинца в результате чего батарея у нас прекрасно может выйти из строя так как нрц у нас довольно таки высокая 14 74 это пиздец генератор я представляю какая какое напряжение стоит не выходит вернее на генераторе на автомобиле там ну наверное 15 вольт это как минимум как макс максимально наверно вот 16 но все прекрасно понимают что вот эти вот шоколадки не шоколадки а реле регуляторы которые ставятся на крыло на старые жигули там вариант один из десяти что попадется удачная удачная реле в основном в основном идет брак который либо не дозаряжает либо перезаряжает и проблема это она как бы не уходит поэтому владельцам жигули я рекомендую просто у кого стоит реле на крыльях ставить реле с регулятором именно с переключателем три положения минималка средняя и высокая там которая неплохо работает неплохо регулирует напряжение в пределах в нормальных пределах и есть возможность регулировки вернее установки напряжения зима-лето для жигулей это будем так говорить актуальная тема тем более вот эти батареи тюменские как мы знаем что это не до гибри или перегибрид и или не до кальций в том плане что батареи кипящие за батареями нужен глаз до глаз батарейки неплохие параметры они как бы вытягивают и если при нормальной эксплуатации они неплохо эти батареи ходят 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 ну что прежде чем начать работу с этой батареей нужно дать батареи ну как минимум парочку часов обли приехал опять клиентками тут парочку часов отстояться здравствуйте заходите заходить ставьте ставьте сюда батарею здравствуйте немножко совсем чуть-чуть сбили меня смысле для того чтобы начать работу с ней и начать с доливки воды нужно дать батареи отстояться чтобы нфц у нас пришло в норму сейчас мы немножко это нрц чтобы ускорить ход событий немножко моего вот как видим даже нагрузочная вилка показывает 14 6 вольт вон вас забирай он на столе лежит да нисколько опять немного сбили меня так как видим нрц у батареи 14 6 сейчас мы сделаем убьем двух зайцев то есть мы постараюсь снизим немножко нсс объем вот это повышенное напряжение и заодно при нагрузке посмотрим нет ли закипания признаков закипания там я не знаю практически электролита электролит скорее всего на самом дне и неизвестно какая там плотность возможно одна кислота ну что же давайте вот так вот но батарея в абсолютно не держит нагрузка конечно накрутить не будет так 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 держим 5-7 секунд нет парни выходит обычно выделяет начинает выделяться пары если наметилась какое-то замыкание ну-ка теперь смотрим нрц 14 1 но при всем при этом батарея конечно она крутить не будет что ж даем батарейки отстояться парочку часов и будем производить заливку батарея как она воняет кто бы знал закрываем пробочки даем парочку часов отстояться и продолжим работу с наша тюменская запарка отстоялась час давайте замерим нрц нрц потихонечку падает 14 4 но так как у меня сейчас происходит хуй вертень со светом со светой время не охота терять но нам нужно чтобы нрц у нас устаканилась в районе 12 с половиной 12 8 вольт почему чем опасно вот это завышенная нрц при заливке воды дело в том что если у нас образуются гендриты то есть по-русски это комочки отбившиеся активной массы и смытого оксида свинца при таком повышенном нрц у нас легче может произойти прикипание залипание вот активной массы между пластин и произойти именно короткое замыкание для того чтобы его избежать это короткое замыкание при заливке нам нужно нрц как можно снизить как можно ниже снизить как можно ниже до чтобы было нрц в районе даже 12 с половиной вольт и каким-то образом мы сможем предохраниться от замыкания именно в процессе заливки батареи если мы зальем батарейку водичкой и замыкание не произойдет то шансов на то что батарея опять вернется в строй у нас будет гораздо больше для этого сейчас я подключу вот эту лампочку 50 ватт вот она и ускорил процесс выравнивание выравнивание нрц повышенной нрц у нас связано с тем что произошло очень глубокое рассвоение электролита то есть неравномерное распределение кислоты по баночкам и создает условия именно для того чтобы нрц у нас росло вверх мы сейчас мы его удалим и продолжим работку подключу лампочки покажу вам как это все выглядит вот таким образом у нас подключена лампочка кто не знает лампочки подключается очень легко ждем падение напряжения но так у нас сколько на ампер там потребляя 43 ампера потребление этой лампочки ждем падение напряжения до 12 вольт с лампочкой и как только отключим лампочку будем производить доливочку воды так чё у нас там по вольтметру на текущий момент времени а я первый театр блять ну как видим потихонечку нам нужно дождаться пока батарейка сдуется и это надо делать щадящем режиме потому что если мы дадим батареи отстояться естественным образом у нас уйдет очень много времени этот процесс аккуратненько мы ускорим как видим потихонечку напряжение падает пока я пизда буду уже упала на три сотые вольта подождем твою маму подождем твою мать через час разряда на нрc упала до 13 с половиной но время к сожалению неумолимо движется к завершению моего рабочего дня поэтому я подкинул еще два с половиной амперчиков по итогу у нас 67 ампер идет разряд и дождемся окончания я думаю где-то на 12 с половиной на 12 вольтах мы разряд прекратим и займемся заливкой водички добавил нагрузку и буквально через наверно 20 минут у нас напряжение упало до 10 вольт и так убираем нагрузку и смотрим напряжение так ну с нагрузкой мы немножко перестарались поэтому опять вешаем 4 ампера и нам надо чтобы батарея просила до 12 вольт 12 12 с половиной вольт без нагрузки да с четырьмя амперами у нас просадка идет большая так вешаем 2 ампера дадим минут 15 2 ампером поработать и займемся заливкой воды установилась на 11 но потихонечку растет нужно аккуратно и бережно не тронуть струну а аккуратно и бережно высадить батарею чтобы было остаточное напряжение нрц у нас в районе 12 12 с половиной вольт и только потом начнем заливать воду порядка двух часов высаживаю высаживаю и током нрц у нас не упала после того как убираю нагрузку нрц опять стремительно растет и долетает до 13 3 вольт но вот пока нрц у нас не набежала до 13 вольт сейчас буду производить заливку водичкой заливать буду равномерно в каждую баночку вначале по 60 миллилитров 6 баночек еще по 60 и так до полного наполнения и дадим полчасика стояться чтобы проконтролировать про мониторить нет ли прогрева батареи хотя по идее желательно конечно эту батарею оставить до завтра сейчас война как говорится план покажет было залито по 330 миллилитров по 6 с половиной шприцов сразу меряем температуру батарейки так 26 так вверх 25 27 28 так прогрев пошел 28 29 низ батареи 29 30 31 пошел 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 прогрев батареи так видим бульканье так газовыделение 6 баночка 5 4 3 2 1 во всех банках видим газовыделение и повышение температуры батареи прогревается низ это я уже говорил за что и переживал вот такой вот у нас вот такой вот у нас интересный случай так на 30 градусов температуру и и это у нас третья банка на самый низ батареи где может скопиться то что мы смыли и отбитая масса так ну что дадим батарейки постоять давайте сразу замерим напряжение на поражение 11 8 вольт ну дай бог чтобы она не упала до десяти с половиной до десяти с половиной посмотрим ох как пахнет приятно тухими яйцами прям аж захотелось куда-нибудь у ресторан так первая баночка видим явное помутнение электролита и шестая баночка тоже помутнение так ну-ка давайте просто покажу видно на здесь более-менее тоже более-менее вот вот так батарейки и гандошат по 330 миллилитров умножаем на 6 получаем 182 литра залито хотя в этой батареи ну 2 и 7 в районе трех метров то есть литр электролита у нас остался остальное батареи батарея была пустота естественно батарейка у нас крутить не будет только давайте сделаем сразу замер не отходя от кассы замерчик тестером что нам скажет дорогой наш канвей отключаем вспышку 620 ну но но сопротивление значительно упала почти до восьмерочки пусковой ток у нас явная динамика в положительную сторону нрц 1179 31 процент по слуху 0 процентов заряда ну что дадим батарейки отстояться до завтра сегодня никаких никакие процедуры она больше принимать не будет пусть отстоится до завтра дай бог чтобы ни один комочек у нас не встал поперек горла какой-либо из банок и возможно батарейка еще у нас поработает но опять я бегу впереди паровоза когда-нибудь меня этот паровоз точно задает пришлось немножко задержаться на работе давайте контрольный замер сделаем сели батарейки ну как видим температура падает это уже хорошо давайте замерим напряжение нрц у нас должно лежать в пределах последних значений то есть без понижения ну-ка глянем чего у нас на пошло наверх это уже хорошо так но дадим батареи отстояться спешка нужна при ловле блох и при поносе пусть батарейка стоит до утра а завтра утром начнем с ней работку нет ни утром завтра у нас понедельник возможно приду ближе к обеду а возможно и вообще не приду потому как в понедельник эти лица нетрадиционной сексуальной ориентации свет пока отключают по понедельникам короче завтра будет видно слава богу сегодня смена нормальных мужиков свет на гаражах есть и я приехал ближе к обеду свой выходной день на свою работу так ну что долгий ящик откладывать не будем давайте замерим показатели после отстоя после простоя отстоя отстоя в таких в данных случаях нужен еще и для того чтобы убедиться в том что замыкание не произошло после того как батарея отстоялась потому что как если начать работу сразу после заливки воды мы можем этот момент упустить и дрочить звонят и дрочить мертвую батарею делать реанимацию мертвой батареи это ни к чему так надо ответить на звонок ну что друзья дай бог чтобы не дриты не скопились в одном месте и эти комочки отбитые активной массы и пролитого оксида не произвели замыкание нашей батарейки в нашем сухаче тюменском ну в принципе друзья как видите батарейка живая параметры для севшей батареи будем так говорить батарейка условно рабочая при всем при том что напряжение 12 9 сопротивление 770 33 процента посоху и заряд у нас 81 процент ну что ж теперь приступим зарядным манипуляциям закидываем зарядный бокс и начнем непосредственную работу с этой батарейкой и так наш сушняк зарядном боксе работать начну на китайце мне это удобно возможно наш первый основной заряд растянется на продолжительное время привет работаю и и пернакиатр так ток ограничен тремя амперами а нет можно подать все 6 процесс пошел друзья после начала основного заряда ах ты блять датчик дыма сработал после начала основного заряда и я вспомнил что я не продемонстрировал вам плотность при начале работы как видим начнем 6 банки плотность 105 давайте по всем баночкам пробежимся быстренько 105 103 103 ориентировочно шкалы нет говорю по собственному усмотрению будем так говорить 103 105 через час батарейка также так же самое берет у нас 6 ампер и напряжение допрыгивает до 14 6 вольт ну что ж продолжаем нашу коляску с нашим сухачом китаец проработал с нашим сушняком 5 часов время уже 6 и пришло время переодевать колготки пора до дома до хаты давайте замерим плотность и наверное температурку так ну что ёпперный театр заебись замерю плотность раздаю вариометр ну как все как обычно так 25 градусов и в принципе такая температура у меня в гараже так 23 небольшая термометрия есть так сейчас поменяю колбу попылок хоть целый вот так вот и улетают мои термометры сейчас заменю колбу и сделаем замер плотности и так что нам удалось сделать за сегодняшний день за сегодня давайте посмотрим электролит мутноватый плотность 1,13 1,13 плотность 1,12 плотность 1,12 1,13 1,13 1,13 1,12 и 111 113 надеюсь видно так пробочки по местам ток 3 и 2 ампера и 14 8 вольт ну чтож оставляем работать нашего китайца до утра надеюсь свет не отхерачат хотя сегодня возможно ночью свет и будет отключена отключают в 9 вечера подключают 7 утра ну чтож я переодеваю колбуточки стою на водные лыжи у нас дожди херачат уже больше не ели и чаду сторону дома ночью была смена лгбтшность охранников и света не ночевала мы в гараже то есть в девять часов вечера отключили свет и до 7 утра час тому назад я приехал зарядка была ток 17 ампер то есть после того как его отчаливал с гаража китаец поработал всего лишь 6 часов но на текущий момент 7 часов и заряд нашего высох высохшего тюменца продолжается давайте посмотрим что нам дал 7 часовой заряд еще так но как видим плотность уже 117 все банки мерить не будем разброс в одну точку чтобы не вытягивать ролик и замерим температуру терморазгона нет батарейка имеет температуру гаража ну что ж будем ждать окончания заряда и думать что делать с батарейкой с нашей тюменским сухачем дальше друзья многие из вас не успели почитать за ухом у меня уже рабочий день закончился 15 минут 7 и пора дуть в сторону дома давайте замерим плотность но как видим ток падает до 1 ампера на 14 8 вольт нашим товарищи сухой давайте замерим плотность давайте глянем на плотность также глянем пару баночек так плотность у нас 118 с половиной кроме этой батарейки кроме этих батареек сегодня обслуживаю еще свое которое из-под капота на это у меня ушло чуть больше 7 часов закинул ее уже под капот это я к тому что здесь в моей работе нет легких путей и я не показываю друзья как нужно дрочить уже раздроченную батарею показываю в основном ту работу которая может пригодиться в крайних случаях вот вот с такими параметрами ко мне батарейки приходят это эту батарейку видели так это у нас на обслуживание такие параметры